Так, пришел я вам рассказать немного о своем опыте VR-изработки и об основных принципах того, как же делаются игры под VR. Совсем коротко о себе, просто чтобы вы понимали мою экспертизу. Я сейчас работаю в направлении инновационного и бизнес-развития в Mail.ru над разработкой VR и AR-приложений. Ну, в этот раз мы поговорим про VR. И наш продукт, о котором Саша уже сказал, это VR Invaders. Сейчас мы сделали такой предзапуск небольшой на Steam, чтобы посмотреть, как люди реагируют на продукт. Но наша основная цель — это Sony PlayStation. Я буду приводить нашу игру в пример исключительно, исходя из того, что это моя экспертиза, то на основании чего были сделаны некоторые выводы о дизайне. В основном мы поговорим в общих чертах. Ну и нельзя начать говорить о виртуальной реальности, не рассказав, о каких, собственно, устройствах пойдет речь. У меня здесь вот есть немножко с собой. На картинке вам представлен HTC Vive, комплектующий к нему сам шлем, который надевается на голову, прямо на глаза, два сенсора, благодаря которым игра определяет, где вы находитесь в пространстве, и два джойстика, которыми вы можете взаимодействовать с окружением. Еще популярные продукты — это вот здесь у нас есть продукт от Sony HoloLens. Самый популярный. Надо сказать, что он существенно технологически уступает HTC Vive. У него посредством угла обзора, плохо обрабатывает изображение, все мыльное, неприятное. Но, тем не менее, он лучше всего продается, это вопрос цены. И это наиболее перспективный рынок, потому что банально у большего количества людей есть экземпляры вот такого шлема виртуальной реальности. Ну и еще один передовой шлем. Это Oculus Rift. Сейчас вытащу его хвостик. Вот такой вот Oculus Rift. Тоже комфортно садится на голову, ну просто чтобы продемонстрировать вам. Ничего не вижу, никакой виртуальной реальности, я не подключен. Особенности дизайна в том, что здесь встроенные наушники, он наиболее комфортабельно крепится на голову. Ну и по общему признанию моих коллег, это сейчас наиболее приятный шлем по всем показателям. Ну, рынок у него тот же самый, ПК. У них у Oculus есть свой магазин, который продает игры. В остальном все то же самое. Несколько отличаются джойстики. Вот я принес один от Viva, физически он. Это декоративный элемент, такой бублик, который придает джойстику узнаваемость. Но на самом деле мы видим, что у нас здесь есть две кнопки, боковые, курок и сенсорная панель круговая, которая понимает, где именно расположен ваш палец. Вот это джойстик от Oculus. Это у меня под левую руку, есть также и под правую. Здесь тоже есть джойстик, он меньше, но функционально то же самое. Можно вращать по 360 градусов, несколько кнопок и целых два курка. Интересная текущая передовая технология в том, что можно эмулировать поведение указательного пальца, в отличие от Viva или устройства от PlayStation. Если вы зажмете вот этот внутренний курок, но не зажмете передний, то ваши пальцы в виртуальном мире будут указывать вперед. Поскольку самим этим джойстиком всего пара месяцев, как они продаются, то игр, учитывающих эту особенность, пока практически нет, но, вероятно, в будущем появятся. И вот такие уже технологически устаревшие вещи. Опять же, это устройство для PlayStation и виртуальной реальности. Это лампочки, которые камера опознает чисто по свету. В общем, все старые технологии. Но, как часто бывает, платформа основная, ключевая, это не наиболее технологически развитая платформа. Ну, функционально все примерно то же самое. Надо понимать, что во всех случаях мы имеем дело с джойстиками по одному в каждую руку, которые перемещаются в пространстве, и игра отслеживает, где именно они находятся. И первый же вопрос, с которым на самом деле сталкивается дизайнер, это как определить границы виртуальной реальности. Дело в том, что сейчас все устройства, которые представлены на рынке, так или иначе ограничивают перемещение человека. Даже если ему доступен огромный стадион, и он мог бы в нем ходить, рассекать с удовольствием, тем не менее дальше, чем длина провода, которым шлем крепится к компьютеру, он не уйдет. Уже сейчас анонсирован беспроводной шлем от Вайва, полгодика, наверное, и он выйдет. В общем, это технологическое ограничение уйдет. Но тем не менее виртуальная реальность для большинства игроков все равно будет представлена в их жилом помещении. А жилое помещение, как известно, полно физических объектов. И это первый дизайнерский вопрос, с которым мы сталкиваемся при создании игры. Он, правда, глобально решен разработчиками железа, но все равно его важно упомянуть. Я в шлеме, я совершенно не вижу, что здесь аудитория, тумба. Я играю, передо мной впереди враг, орк, он бежит на меня, я бегу на него с криком, и тут ударяюсь от тумбу. Ну, приятного в этом мало. Можно сильно повредиться. Как же это решается? В большинстве случаев, мы говорим сейчас об HTC Vive и Oculus, мы заранее задаем границы нашей игровой зоны. Буквально во время настройки берем джойстик, зажимаем курок и проходимся аккуратненько, обозначая, что здесь безопасно, здесь никаких объектов, о которых я могу споткнуться, столкнуться с ними, не будет. Следовательно, я могу комфортно играть. У Sony все похуже, просто потому что вы очень сильно ограничены в пространстве перемещения. По сути, вы можете отклоняться на метр-два с места. Если вы после этого, когда вы определили границы вашей виртуальной реальности, подходите к ним, к заданным, то вы начинаете видеть прямо в мире игры проступающую сетку. Она сигнализирует, дальше хода нет, ты слишком близко к опасному месту. Соответственно, вы можете остановиться. Но все это приводит к первому же вопросу, который нужно решить уже дизайнеру каждой отдельной VR-игры. Это особенности передвижения. Прелесть виртуального мира в том, что мы полностью у него погружаемся, переносимся в другое место, на вершину Гималаев, под воду, куда угодно, на Марс. Но есть диссонанс между тем, что мы видим в игре, и тем, что реально происходит вокруг нас. Мы оказались в безбрежном прекрасном океане и хотим плыть по нему вперед, вперед. Но в какой-то момент мы упремся в заданные нами границы реальности. Как нам суметь продвинуться дальше? Как нам дать игроку опыт путешествия в большом объемном мире? Ну, скажем, есть экзотический пример. Начнем с того, что перемещение ногами наиболее естественно, и потому наиболее хороший вариант. Погрузить человека в игру так, чтобы он мог в ней спокойно ходить, это оптимально. Если мы располагаем большим стадионом, на самом деле мы можем обмануть чувства игрока. Вообще вся виртуальная реальность, сплошной обман чувств, и там есть много маленьких ущищрений. Можно заставить человека думать, что он идет по прямой, в то время как на самом деле он будет незначительно отклоняться от курса. Таким образом, при достаточно объемном помещении, ну, это сотня или даже больше метров, мы можем быть уверены, что игрок никогда не столкнется со стеной. Мы всегда сможем его направить так, чтобы он думал, что все это время он идет прямо, 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 но никогда не дошел до объекта физического в реальном мире. Ну, это вариант, доступный не каждому пользователю, следовательно, рассчитывать на него нельзя. Мы должны решить, как нам в пределах небольшой жилой комнаты дать человеку опыт перемещения по миру. Вариант номер один. Сказать себе. Наша игра происходит в ограниченном пространстве. Мы просто скажем, что игрок не может покидать те границы, которые он обозначил. Так, допустим, мы сделали в своей игре, поскольку быстрая разработка, не было времени на поиск какого-то большого значительного решения, да и, в принципе, целью был набор экспертизы скорее. Мы ограничили поле действия игрока Ка несколькими метрами, на которых он видит перед собой летящих врагов, отстреливает их, уклоняется от их пуль, уходит в сторону, когда лазер пытается распилить его напополам. В общем, движение в игре есть, но оно в ограниченном объеме. Если же мы, например, хотим сделать Counter-Strike в VR, вот здесь уже начинаются вопросы. Как нам быть? У нас большой уровень, мы хотим, чтобы игрок к нему перемещался. Решение номер один. Посадить его, условно говоря, в кресло-каталку и сказать. Вот, пожалуйста, у тебя есть джойстик. Ты двигаешься вперед и едешь вперед. Ну, такой спецназовец в инвалидной коляске. Несколько рвет погружение, но, тем не менее, так мы можем перемещаться сколько угодно. Ну, понятно, это разрыв между реальностью. Очень сильно отходит от того, что я хочу двигаться ногами. Обычно, конечно, совмещают. То есть вы немножко можете пройти ногами, но по большей части двигаетесь джойстиком. К сожалению, обычно это приводит к тому, что люди просто перестают ходить ногами и целиком играют с использованием джойстика. Но есть и другие варианты. Телепортация. Это сейчас самый популярный и широко применимый вариант. Но с ней есть много нюансов. По телепортации что я понимаю? Берем джойстик, направляем на место в мире, нажимаем и оказываемся там. Но перед нами встают вопросы. Допустим, мы видим далеко-далеко впереди гору. Класс, гора. Я хочу туда попасть. Навожусь, нажимаю. Что будет? Я мгновенно перемещусь за несколько километров? Позволяет ли такое наша игра? В том же Counter-Strike, если я могу перепрыгнуть сразу через весь уровень, но это специфический игровой процесс. Нужно решать, как быть. Ну и, собственно, основное решение, принятое, это дугообразная траектория. То есть максимальная дальность, на которую я могу телепортироваться, ограничена. Когда я зажимаю, например, курок, то я вижу эту траекторию. Я навожу выше, и дуга становится более изогнутой. Но в конечном счете я все равно не могу попасть дальше, чем максимально заданное игрой расстояние. Навожу ниже, вот я могу прыгнуть прямо сюда. Обычно показывается область, в которой я окажусь, для того, чтобы я понимал, где я буду. Некоторые проекты даже показывают заранее. То есть вы зажимаете и видите шарик. В нем картина того, где вы окажетесь после перемещения. Биджет Катс — игра, которая вот-вот выйдет. Она такая шпионская, основанная на скрытном перемещении. Соответственно, я показываю за дверь, могу оглядеться заранее, что там за этой дверью. Если я вижу, что там безопасно, я перемещаюсь туда. Если нет — отмена. Кроме того, физичность и скорость очень важны. Если я перемещаюсь абсолютно мгновенно, то есть разрыв между моим впечатлением о том, что я должен был потратить некоторое время, чтобы попасть в новую точку, и тем, как я быстро там оказался. Соответственно, можно делать небольшое затемнение экрана, но это выбивает из погружения. Обычно добиваются цели небольшого замедления за счет дополнительных эффектов перемещения. У нас чуть потемнела картинка, чуть посветлело, мы оказались на новом месте, у нас есть ощущение, что свершилось событие перемещения. Кроме того, для ограничения скорости можно говорить, что у нас особенное устройство, например, телепортатор и пушка с этим телепортатором. Мы выстреливаем из пушки телепортатор, он падает на землю, и уже после того, как он упал, мы можем к нему переместиться. Это дает некоторую паузу, ограничивает то, как быстро мы можем перемещаться по уровню. Вот это самый распространенный вариант. Но есть более экзотические. Например, есть игра про скалолаза. Там перемещение построено в основном на руках, поскольку в каждой руке у нас под джойстику, и мы точно отслеживаем, где они находятся, то мы схватились за новый камень, игра немного приподняла нас вверх, как будто бы мы сделали усилие и подтянулись к нему. Схватились за следующий, и так мы карабкаемся все выше, выше и выше. Альтернативный вариант, который у нас есть, это привлечение внешних устройств. То есть мы можем поставить беговую дорожку, встать на нее, и тут уже мы можем идти на месте и, тем не менее, двигаться куда-то. Но это снова сужает нашу аудиторию. Далеко не у каждого игрока дома будет беговая дорожка, специально приспособленная для этого. И очень ограничивает наш дизайн, потому что мы можем двигаться вперед, но либо какое-то очень сложное технологическое средство нам для этого нужно. Еще один вариант — полет по траектории, либо движение по заранее заданной траектории. То есть, например, мы сидим в вагонетке, которая стремительно едет сквозь шахту. Либо мы птица, которая парит в небе. Мы не контролируем, когда мы остановимся, но мы контролируем направление. Мы отклонились влево, мы отклонились вправо. И здесь важно упомянуть, что я еще немножко подробнее про это скажу. Нельзя ни в коем случае ускорять. Изначально игрок сам полностью контролирует свое движение. Захотел переместиться влево — переместился влево. Сместился вправо — вправо. Но если игра начинает смещать игрока, будьте очень аккуратны. То, что я говорю «движение вперед» — это допустимо, когда игрок движется четко туда, куда смотрит. Как только вы начинаете вести его против его воли влево, вправо, в другие неожиданные стороны, он испытывает плохие ощущения. Вы не хотите, чтобы ваш игрок испытывал такие ощущения. Но об этом подробнее чуть-чуть позже. Важный момент в перемещениях, которые тоже нужно решить, ну, которые, в принципе, такая задачка, по большей части, решенная, это физические препятствия в виртуальной реальности. То есть мы разобрали один случай. В виртуальной реальности препятствий нет, в реальном мире они есть. Здесь сетка. Обратный случай. В виртуальном мире препятствия есть, в реальном — нет. Я стою перед стеной замка, и дизайнер не хочет, чтобы я прошел здесь. Он хочет, чтобы я дошел до ворот, поговорил там со стражей, и тогда уже проник в замок, если все в порядке. Но я, игрок, я вижу стенку, я знаю, она не настоящая, и я делаю несколько шагов и прохожу в замок сквозь эту стену. Все, задумка дизайнера разрушена. Ну, обычно это решают так. Если ты вошел в объект, который в виртуальном мире считается сплошным, ты не можешь в него войти по правилам мира, то мы затемняем камеру, говорим, ты поступил нечестно, ты нарушил правила этого мира. И пока ты не вернешься через ту же точку назад, не выйдешь, мы тебе не покажем, что происходит. Соответственно, да, ты можешь туда зайти, но ты ничего не увидишь. Таким образом, мы говорим игроку, следуй правилам этой виртуальной реальности. Еще немного больше про вестибулярный удар, то, как мы его внутри команды между собой называем. Это те случаи, когда виртуальная реальность вызывает у людей плохую физическую реакцию. Это страшная вещь. Обязательно нужно в первую очередь, когда вы будете отлаживать основу вашей игры, убедиться, что ни у кого, ни в коем случае, никакие действия в игре не вызывают тошноты, чрезвычайное утомление. Это все вещи, которые приходится учитывать, когда на человеке висит килограммовый шлем, который постоянно светит ему прямо в глаза, греет его голову, да и к тому же иногда норовит взять, дернуть и шатнуть его куда-нибудь. В играх в виртуальной реальности как никогда важно, чтобы у вас был стабильный FPS. Да, это не совсем дизайнерский вопрос, но надо понимать, что это дизайнерское ограничение, которое на вас накладывается. В некоторых компьютерных играх, видеоиграх можно себе позволить просадкой FPS, но в виртуальной реальности это смерти подобно. Если вы видите, что мир начинает прерываться, если вы поворачиваете голову, а камера запаздывает и поворачивает не так быстро, как поворачиваетесь вы, очень скоро вам понадобится бумажный пакетик. Соответственно, надо гарантировать высокий FPS. Еще один вариант перемещения, который я не упомянул, потому что он плохой. Вы указываете на точку, нажимаете, и игра начинает управлять вами и двигать вас туда. Ну, казалось бы, в общем-то нормально, просто она изображает, что я иду туда ногами. Но это немедленно вызывает плохую реакцию всех, потому что, если это движение вперед, как я уже говорил, это допустимо. Мозг реагирует на это хорошо, особенно если по краям экрана вы размоете изображение, чтобы глаза не могли отвлекаться вбок и чувствовать обман. Но если вы указываете по диагонали, здесь вопрос. Вас нужно повернуть, либо вы будете неестественным образом все еще смотреть туда, куда вы смотрите, но двигаться вбок, как будто очень странной походкой туда попадаете. Все это плохо и неприемлемо, потому что вызывает плохую физическую реакцию. Такой вариант реализовывать не стоит. Ускорение, допустим, только вперед. Золотое правило VR-разработки. Ничего не делайте с головой игрока против его воли. Если вы вводите базовое правило, типа ты птица, ты летишь, у тебя всегда будет ускорение вперед. Это легко принять, под это легко подстроиться. Но любая неожиданность, когда вы встряхиваете игрока, например, дрожание камеры, если землетрясение, плохие идеи. Не стоит так делать, как бы вам не хотелось создать атмосферу глобального разрушения. Следующий пункт. Специфика интерфейсов. Вот она, виртуальная реальность, как дополненная реальность. Железный человек, перед ним интерфейсы, все удобно, все вот здесь, перед глазами, под рукой. Оказывается, нет, все не так уж просто. Во-первых, железному человеку в игре приходилось бы концентрироваться попеременно. То над находящимся очень близко интерфейсом, то над объектами в дальнем мире. Ну, представим, например, типичную стрелялку, где вам отображают в интерфейсе ваше здоровье. Соответственно, если мы повесим ваше здоровье, и оно все время будет висеть у вас где-то на краю обзора, а впереди будут враги, то вам нужно будет все время перефокусировать зрение на объект рядом, объект далеко, объект рядом, объект далеко. Это не монитор, на котором все легко мгновенно сочетать. Вы требуете от игрока дополнительных усилий, к тому же плохо сказывающихся на вестибулярном аппарате. Дальность расположения интерфейса от игрока очень индивидуальная вещь, поэтому сделать интерфейс, который висит все время перед игроком, тяжело. Я не говорю невозможно, но это тяжело. Вам нужно позволять игроку настраивать его под себя, а это уже отсечение аудитории, не всякий захочет с этим возиться, потому что глаза у нас посажены очень по-разному. У кого-то угол обзора выше, и если вы будете сбоку выводить какие-то нотификации, он их заметит. У кого-то меньше, и он не сможет дочитать, а что же там в конце, или увидеть полноценное отображение своего здоровья. Вешать в центр интерфейс нельзя. Ну, понятно почему. Если прямо по центру ваше здоровье и там же противник, это конфликт дизайна. Вы не можете смотреть на две перекрывающие друг друга вещи. Из-за этого пока интерфейсы в виртуальной реальности по большей части простые в играх. Это тоже накладывает ограничения на дизайн. Например, пытаться сделать ММО по варианту мира Warcraft, еще никто не пробовал. И тут масса разных вопросов, понятно. ММО такой большой жанр с таким большим количеством сложностей. Но вот даже на базовых шагах уже непонятно, что делать. Если у вас управление через много-много разных действий, много разных параметров, которые нужно отслеживать, то как игрок будет на все это смотреть? Интерфейсы в виртуальной реальности нужно помещать в мир игры, где игрок сам может комфортно решить, как ему с этими интерфейсами взаимодействовать. Как близко подойти к книге, которую он хочет прочитать? Как близко посмотреть на свой пистолет, на котором отображается количество пуль? Когда вы даете игроку такую возможность контролировать интерфейс, все хорошо. Но надо понимать, что много интерфейса разного сразу, ему контролировать будет затруднительно. Из смешных примеров в Job Simulator, очень популярной игре по виртуальной реальности, выход из игры делан следующим образом. Лежит хот-дог с надписью «выход». Вы его берете в руку, подносите к арту, как бы откусываете от него половинку, и видите внутри надпись «вы уверены, что хотите выйти?». Ну, соответственно, если вы уверены, вы откусываете второй раз и выходите из игры. Это такой вроде бы интерфейс, а в то же время объект в мире игры. Вот нужно понимать, что игроки идут в виртуальную реальность именно за этим, за какими-то качественно новыми переживаниями. Если вы предложите им просто стрелялку, такую же, как везде, ну, сейчас на первой паре, когда к чему ни прикоснись в виртуальной реальности, это открытие, это новое, еще никто такого не сделал, это может сработать. Но чем дальше, тем больше нужно будет думать об уникальных особенностях игры, которые возможны только в виртуальной реальности. Иначе зачем вы идете на этот пока еще узкий рынок? Лучше сделайте вашу игру с поддержкой VR, но так, чтобы в нее могли играть все. Игрок идет, да, за необычными переживаниями, которые можно испытать только там. И главное, что он может испытать, это достоверность. Мы погружаем игрока в мир. Почему самые первые вещи, которые люди бросили сделать в виртуальной реальности, это игры от первого лица? Потому что, понятно, преимущество в сравнении с тем, что я на мониторе вижу руки, и мне предлагают представить, что это ты там, да, но только ты не можешь оглянуться, тебе нужно мышкой провести, чтобы оглянуться. Но ты там, поверь. Так вот, виртуальная реальность воспринимается гораздо естественнее. Как человек, уже довольно долгое время с ней работающий, я скажу, что сейчас она воспринимается естественно. Когда я играю в игру от первого лица на мониторе, у меня все время ощущение, ну как же так, почему? Почему я не могу увидеть весь мир? Достоверность — это первое привлекательное качество виртуальной реальности. И вам нужно позаботиться о том, чтобы мир для игрока был максимально достоверным. Ну, например, разберем оружие, которое бывает в виртуальной реальности. Например, мы хотим сделать стрелялку с какими-нибудь бластерами, там, ракетницами и прочим. Мы исследовали, какое оружие наиболее привлекательное для игроков, и ответ получается такой, что отнюдь небольшие автоматы Томпсона или там ракетницы, что-нибудь такое, казалось бы, здоровенное, крутое, что делает пыщ-пыщ, пау-пау. В них сложно поверить. Дело в том, что физически, когда вы держите в руках вот такой автомат или вот такенную ракетницу, на самом деле вы держите в руках, ну, вот максимум это. Это самый тяжелый из трех джойстиков. И диссонанс между тем, что эту огромную махину, там, ручной шестиствольный пулемет, вы вводите в игровом мире, стреляете, и как он легко движется, и какой он легкий в вашей руке, устранить практически невозможно. Но привлекательно, вплоть до того, что люди продают специальные устройства. Автомат, например, на который можно насадить свой джойстик и чувствовать вес реального оружия. Но сейчас, надо сказать, что пистолет гораздо более привлекателен для игроков, чем автоматы, бластеры и прочие гигантские вещи. Потому что, несмотря на то, что, конечно, кто держал в руках настоящие пистолеты, понимает, что они тяжелее, опять же, чем этот джойстик, но это уже близко, достаточно правдоподобно для того, чтобы поверить. Ну и плюс расположение курка, то, что его можно обхватить любой из джойстиков, ну, кроме Oculus, двумя руками. Все это дополнительно создает правдоподобие. Плюс у всех джойстиков есть вибрация, соответственно, на выстрел ощущение небольшой отдачи, опять же, обманчивый. В реальном мире все не так. Но достаточно достоверный, вы можете создать. Нажали на курок, выстрелили, джойстик дернулся. Еще есть оружие ближнего боя. Ну, например, меч. Кому не хочется оказаться в виртуальной реальности и порезать орков мечом. Здесь другого рода проблема. Мы ударяем орка, но меч проходит сквозь него. Мы не чувствуем никакого сопротивления материи. Как выясняется, основной кайф в этом. И этого кайфа мы пока игрокам дать не можем. Нет популярного устройства, которое давало бы ощущение сопротивления. Тоже нужно сказать, что технологии развиваются очень быстро. Уже работают над специальной перчаткой, которая, если вы в игровом мире возьмете яблоко, определит размеры яблока, его параметры, соответственно, вы станете в него упираться, и она начнет сгибать ваш палец. Там на каждом пальце есть хитрая система, которая контролирует его сгибание против вашей воли. Если вы обхватите палец, соответственно, эта система зафиксирует ваши пальцы так, что они не смогут пройти сквозь яблоко, а упрутся ровно так, как вы его видите. Соответственно, вы физически поднимете его и будете ощущать, что вы его удержите. Если вы зажмете руку, оно упадет. Но это тоже продукт, которого пока нет на рынке, и нельзя под него закладываться. Еще неизвестно, выстрелит он, не выстрелит. Но если вы готовы рискнуть и сейчас начать делать игру с поддержкой такого устройства, можно попробовать. Но я предупреждаю вас, что это риск. В то же время некоторое фэнтезийное оружие работает хорошо. Например, лук. Лук — это просто фурор. Люди очень любят лук. Игры виртуальной реальности с луком сразу хорошо продаются, даже если они по сути свои довольно посредственны. Но здесь тоже важно понимать, что гипернавороченный композитный лук, казалось бы, выглядит круче, производит больше впечатления. Я не абы кто, у меня здесь вот какая штука. Но опять, мы начинаем уходить по ощущению веса, по ощущению того, насколько тяжело натянуть тетиву. И все это становится менее правдоподобным. Ну да. Собственно, как выглядит стрельба из лука со стороны? Я в виртуальной реальности. Вот это мой лук, это моя стрела. Даже так, скажем, это моя рука. Я лезу за спину, достаю оттуда стрелу, выставляю лук, накладываю, натягиваю, отпускаю, и стрела летит вперед. Со стороны, может быть, выглядит по-идиотски, но в мире игры это очень впечатляюще. И к тому же, руки по-настоящему устают после того, как выпустите 100, 150, 200 стрел, и это дает классное ощущение. Да, я действительно это делал, я стрелял из лука. Ну вот, общий вывод, рассматривая различное оружие, тоже думайте, в первую очередь, о достоверности. Я не хочу сказать, что нет исключений. Например, игра по Sirius Sam, в которой полно разных автоматов, дробовиков, ракетниц, хорошо продается, все с ней в порядке, но в среднем достоверность все-таки важнее. Ну и не только в оружии. Оружие — это единственный, просто пример. Важно понимать, что вам нужно делать единые правила для всех объектов. Если в вашей игре стакан со стола можно поднять, а, например, радиоприемник нет, это мгновенно рвет погружение. Нужно понимать, что раз утратив доверие игрока, ну как доверие, веру его в виртуальный мир, вернуть эту веру очень тяжело. Поэтому будьте системны, как никогда. Это важно в любом дизайне компьютерной игры, но в виртуальной реальности особенно важно. Если вы сказали, мир действует по определенным правилам, старайтесь придерживаться этих правил во всем. При этом нужно думать в мире виртуальном, как сделать понятным, что с тем или иным объектом можно взаимодействовать. И здесь важно поговорить о том, что реализм, фотореализм, совсем не является вашим приоритетом. Можно подумать, что человек слышит о виртуальной реальности и думает, это что же, я смогу оказаться на улицах Парижа или еще где-то. Да, это привлекательно, но нужно понимать, что вы не обязаны предоставлять игроку фотореализм для того, чтобы он ощутил погружение в иную реальность. Вы обязаны предоставить ему консистентный и привлекательный внешний мир. Он может быть мультяшным, он может быть условным, лишь бы в него верилось и в нем было здорово находиться. Соответственно, если вы в мире подсвечиваете объекты для взаимодействия и при этом вы не фотореалистичны, ничего страшного, таковы правила вашего мира, главное, соблюдайте их. И если мир будет красивым и привлекательным, для игрока все будет в порядке, не бойтесь этого. Но если вы нацеливаетесь на фотореализм, отчего я вас предостерегаю, это всегда самая дорогая опция и не всегда самая привлекательная для игроков, тогда вам придется много думать о том, как же сказать игроку, вот эту дверь открыть можно, а вот здесь тупик, дальше ты не пойдешь. Это сложный момент. Вес объектов, ну тоже нужно представлять, что по-прежнему у игрока в руках джойстик, как происходит подбирание объекта, собственно, обычно игрок физически прикасается к объекту, зажимает курок, ну или руку, обозначая, что он объект взял, и пока держит, он вводит объект. Ну понятно, что если так можно взять атомную боеголовку большего с размером, то это уже какая-то комическая игра. Представляйте, до какой величины объект вы позволите поднимать, и объясните игроку, что будет происходить, если он попытается ухватиться за слишком большой объект. Здесь можно помогать звуками. Вообще надо сказать, что в виртуальной реальности звук выходит на передовой план, потому что здесь, как нигде, мы получаем информацию о мире через глаза и звуковое восприятие. Гораздо больше информации на них приходится. В мире игры, да, компьютерной мы тоже слышим, когда что-то происходит позади нас, но здесь картина совсем другая. Очень важно, чтобы игрок четко осознавал, с какой стороны приходит звук, какой он интенсивности, насколько он далеко. В общем, если вы будете заниматься VR-проектом, звуковик должен быть очень прошаренный, хорошо выстраивать звуковую картину. Нужно понимать, что там полно разных нюансов. Звук далеко, тихий, все равно должен быть слышен, если он в игровом плане важный. Опять же, здесь тоже вам не нужен реализм в звуковой картине, вам нужна достоверность. Если весь звук будет плоским, вы будете слышать все происходящее вокруг события, просто с ощущением, из какого направления они пришли. Это разрушит достоверность. Но звуковая картина в то же время не должна перемешаться. Тонкий вопрос, следует о нем думать. Собственно, объемный мир. В любой игре от первого лица надо как-то заставлять игрока смотреть в разные стороны. Частая дизайнерская проблема, как заставить игрока смотреть вверх. По этому поводу написаны целые трактаты. Но нужно понимать в вашем дизайне, что люди мыслят двумерно. Странно, вроде бы мы живем в трехмерном мире, но мы очень привыкли к плоским картинкам. Это проще обработать нашему мозгу. Соответственно, если у вас есть мысль класс в виртуальной реальности, я сделаю так, чтобы на игрока нападали со всех сторон постоянно, он будет крутиться, драться со всеми, это же так круто. Круто, но будьте аккуратны, игрок не может обрабатывать сразу много информации. Вам нужно думать о том, как привлечь его внимание к определенному объекту. Вы не можете быть уверены, что он смотрит туда, куда вы хотите, чтобы он смотрел. Например, у вас есть ключ, игрок должен найти этот ключ и открыть им дверь дальше. Как привлечь внимание к этому ключу? Традиционные моменты, которые срабатывают. Свет. Всегда вещь, которая должна привлечь внимание игрока, выделяется светом. Колонна света, почему-то падающая сверху, например, пробивающаяся сквозь крышу подземелья. Цвет. Если это контрастный объект относительно своего окружения, то он тоже будет лучше заметен. Звук. Если ключ, например, болтается на веревочке и постоянно ударяется обо что-нибудь еще звонкое, обчашку какую-нибудь, то этим вы можете намекнуть игроку. Смотри туда, слышишь, оттуда что-то исходит. Противники. Если вы хотите сделать, чтобы на игрока нападали все время, будьте уверены, что он не перегружен событиями. Например, если у вас игра про зомби, которые медленно идут на игрока, издалека слышно, как они говорят «ахахахаха», тогда все в порядке, если вы не напустите их безумной толпы. Игрок успевает услышать, сориентироваться, повернуться, выстрелить зомби в голову, повернуться к следующему. Но если ему нужно постоянно иметь дело с периферийными объектами, надо искать решение. Например, у нас в игре пули могут прилететь в игрока как справа, так и слева, и мы сообщаем об этом ему с полохами с края этого экрана, чтобы он вовремя мог повернуться и понять, что там происходит. Но важно, опять же, не перегрузить игру этими пулями. Если ему придет сразу два события с разных сторон, ну что ему, разорваться что ли? Здесь нужно тоже аккуратно делать дизайн, чтобы угол обзора игрока, который составляет в шлеме примерно 90 градусов, всегда мог вместить в себя главный приоритет на текущий момент, и чтобы игрок понимал, что для него сейчас наиболее приоритетно. Немного об актуальных тенденциях дизайна. Надо понимать, что виртуальная реальность еще в младенчестве. Сейчас эпоха первичного накопления капитала. Просто на полу валяются идеи, подбери любую, возьми, реализуй в простой форме, это будет интересно. Но аудитория небольшая, скромная. Если вы хотите успеха, коммерческого продукта, который окупится и позволит вам разрабатывать игры и дальше, мой вам совет пока что делать поддержку VR, а не эксклюзивный VR продукт. Эксклюзивный VR продукт такой, чтобы он продался достойным количеством копий. Ну, их пока можно пересчитать по пальцам. Никто не готов еще крупно вкладываться в это направление. Ну, наверняка не за горами игры от больших студий. Например, от Unreal Robo Recall вот-вот появится. Впечатляющая игра, которая должна продвинуть их движок. Собственно, скажу про инструменты разработки, что не стоит бояться, что виртуальную реальность как-то очень сложно реализовывать или тестировать, смотреть, что надо написать сразу весь дизайн и потом уже разбираться, как что устроено. Нет. Самые популярные инструменты уже вполне успешно поддерживают виртуальную реальность. Мы, например, разрабатываем проект на Unreal Engine 4 без единой строчки кода. Все вот такое визуальное скриптование. И поддержка VR там простейшая. Если только у вас есть устройство, вы его подключили и настроили, то любую игру вы сможете запустить из шлема. В этом смысле вам нечего бояться. Поэтому стремитесь к тому же, что и всегда в дизайне. Прототипировать, смотреть, насколько удачно ваша идея, итерировать. И так продвигаться все дальше и дальше к результату, которого вы хотите. Из интересных наблюдений. Игроки в компьютерные игры, привычные к монитору, потому что бы сидеть и смотреть все время в одну сторону, хуже играют в игры виртуальной реальности поначалу, чем люди вообще к играм непривычные. Потому что на человека со стороны надеваешь шлем, он тут же начинает везде ходить, все пытаться пощупать, совсем повзаимодействовать. Игрок в компьютерные игры матерый, надев шлем, стоит вот так. И играет вот так. Очень статичные ребята. И если вы ориентируетесь на такую аудиторию, вам нужно суметь отучить их от их вредных для виртуальной реальности привычек. Они привыкли все время стоять, чтобы не происходило. Например, у нас пришлось вводить лазер, который пилит игроков, стоящих на месте, чтобы объяснить им, отойдите в сторону, здесь можно двигаться. И мы постарались поместить его как можно ближе к началу игры, чтобы эту концепцию до людей донести. Ну и, собственно, исследования показывают, как только приходит человек, ни во что не игравший, с первого уровня он сразу стремится повернуться, узнать, а что тут есть интересного, заглянуть под низ платформы, попытаться пройти сквозь стенку. Это благодатная аудитория. Но их, скорее всего, будет сейчас у вас меньше, потому что покупают устройства в основном люди в играх прошаренные. В общем, всегда думайте о том, как объяснить человеку, что да, здесь можно и нужно двигаться. Ну и еще один важный момент. Нет кат-сценам. Собственно, никогда не был любителем кат-сцен, и в виртуальной реальности они совершенно противопоказаны. Как и любая смена точки зрения, не очень хорошо подкрепленная миром вашей игры. То есть, если вам кажется, что игра от первого лица, хорошо, если в какой-то момент вы посадите игрока в машину, и он будет видеть сверху-сбоку, как эта машина едет по улице, нет, это разрушит его погружение в мир. Будьте, опять же, консистентны в этом смысле. Кат-сцена точно так же разрывает погружение, потому что вот только что вы смотрели из первых глаз на все, а теперь вы безвольный наблюдатель того, что происходит с краю от вас. Ну и совсем вкратце о перспективах развития. Вот это, ну как игра, приложение Tilt Brush, предложение уникальное для виртуальной реальности, позволяющее нечто среднее между рисованием и скульптурой. То есть у вас есть кисть, вы выбираете, каким цветом, каким образом рисовать, и творите прямо в 3D. Можно запускать его, смотреть, что в мире виртуальной реальности напридумывали другие художники. Совершенно вдохновляющие вещи есть. Это о перспективах. Надо сказать, что вот это самое продаваемое приложение для виртуальной реальности на компьютере. Популярнее любой, как бы это, общепринято называемой игры. Понятно, что многие покупают это просто побаловаться, именно как игру. Люди ждут нового, принципиально нового опыта от виртуальной реальности. Сейчас, к сожалению, распространение виртуальных игр с виртуальной реальностью на компьютере, оно довольно замусорено. Если вы откроете Steam, то увидите, что каждый день выходят 10 новых игр для виртуальной реальности. И по большей части, с уважением к людям, которые стремятся все-таки делать игры, скажу, что они посредственные. Давайте так назовем. Нужно уметь продвинуть свою игру и предложить качественно новый продукт, каким-то образом связанный с виртуальной реальностью. Не просто представить себе, что если мы сделали игру и надели на человека шлем, то он тут же будет взбудоражен, и это сделает нашу игру популярной. Нет, наоборот, вы выбираете узкий сегмент аудитории. На этом все, что я хотел вам сказать, но я готов ответить на любые возникшие вас вопросы. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Я играл в VR Invaders и Pirate Trainer. В принципе, как раз то, о чем вы говорили, что игры очень похожи, не хватает принципиально нового экспириенса, но по ощущениям, что Mail.ru именно не сделал принципиально новый экспириенс, а ощущение, что это такой же Pirate Trainer. Да, это так. В стартовой версии это очень похожий продукт получился, поэтому сейчас мы развиваем его в новом направлении и уже готовим к выходу на PlayStation, где такая существенно расширенная и разноображенная версия. Там есть разные режимы мини-игр, новые виды оружия. В общем, мы постарались сделать предложение более уникальным. Но да, это не самая смелая идея лежит в основе, это правда. Мы хотели для начала получить представление о том, как игры для виртуальной реальности делаются, прежде чем наступать уже на большие грабли. Ну и надо сказать, что проект сделан за считанные месяцы. Это была цель на тот момент разобраться, как все устроено. Ну, в частности, чтобы мы могли рассказать вам, чтобы вы не наступали на те же самые грабли. А сейчас пойдем вперед, пробовать что-то новое. Спасибо. Здравствуйте, коллега. Я также в VR-разработке уже достаточно давно. И более того, могу сказать, что некоторые грабли мною не просто хорошо изучены, а я более того, являюсь автором самого жесткого из имеющихся на сегодняшний день аттракционов для виртуальной реальности. Если у кого-то хороший вестибуляр, вас просто будет немножко мутить. Но у меня сложился такой вопрос. Скажите, вы боретесь с теми костылями, которые сделали авторы SteamVR, или вы просто используете, подстраиваясь под то, что они сделали? А что вы понимаете под костылями? Когда авторы инструмента закладывают определенные пайплайн работы с этим инструментом и максимально ограничивают возможности работы. Например, мне хочется сделать ортографическую проекцию в VR-проекте. Я понимаю, что это безумие, но мне вот хочется. Мы работаем с теми ограничениями, которые есть, и принимаем их как данность. Да, идей много, но в этом, собственно, и прелесть, поскольку много всего тут нужно выбрать. Вопрос, скорее, стоит в выборе. А из-за того, что вариантов очень много, легко отбросить те, которые нереализуемы из-за внешних архитектурных решений. Так что, нет, нас это не стесняет, потому что есть и другие идеи. Спасибо. А так, да, если игра отдельно построена именно для тех, кто хочет испытать жесткие физические ощущения, это один из вариантов того, что продаст вашу игру. Всегда из любого, что я сказал, можно сделать исключение, если это центральная фишка вашей игры. Всегда нужно понимать, что это вопрос приоритетов. Просто если вы нарушите в одной игре сразу много правил, ну, скорее всего, порог вхождения будет очень высоким. Мало кто захочет приобрести эту игру и продраться через все сложности. Но если вы поместите фокус на это, это может выстрелить. Ну, к вопросу, что даже аттракционы такие могут быть успешны. Есть достаточно устоявшиеся способы взаимодействия с мобильниками, с ноутбуками, там, мышь на ПК или джойстик, да, и на консолях. По вашему мнению, в VR стандартизируется схема управления? Ну, вот, я рассказал. Например, движение. Самое стандартное, что сейчас есть, это телепортация. Ну, движение с джойстиком на втором месте. И иногда под проект, если он особенный, находятся особые варианты, типа полет, скалолазание. Но да, первые стандарты уже есть. Однако сейчас, как я уже говорил, время первичного накопления капитала. Поэтому внезапно завтра, послезавтра может появиться вариант, который выстрелит и станет общепринятым. И, собственно, он может продвинуть игру. Поэтому сейчас стоит думать об этом. Еще не закостенела эта среда. Поэтому новые смелые решения с высокой вероятностью будут приняты. Если на компьютере вы сейчас переосмыслите то, как нужно управлять всем в RPG, ну, вы должны будете быть кем-то вроде Blizzard, который проломит сложившиеся стандарты. Сейчас в виртуальной реальности проламывать ничего не надо. Просто предложите удачно-качественное решение, и вы будете услышаны. Если хочется еще деталей, скажите. В мобильных шутерах, да, есть схема управления. Ну, джойстик, так скажем, виртуальный. Если замапить эту схему на наклон головы, потому что когда мы ходим, в принципе, мы управляем… Ну, голова участвует в движении чуть вперед, чуть назад, плюс кнопка, которая активирует режим поворота, либо ходьбы. Если эту схему использовать, ничего не встречали вы? Такой схемы я не встречал, но она выглядит жизнеспособной. Ну, основное, банальные вещи, стандарт управления, если это игра от первого лица с оружием, ну, понятно, курок будет курком. Ну, какие-то напрашивающиеся решения. Диск будет отвечать за то, что может происходить в разных частях экрана. Ну, это скорее интуитивные свойства предлагаемого нам железа. Вот и все. Мне кажется, примерно к этой схеме должно все прийти, стандартизироваться вокруг этого. Потому что других-то у нас нет особо. Ну, как вы говорили, дополнительные устройства, по которым мы ходим. Да, это вряд ли будет. Вряд ли это в ближайшие 20 лет. И без того, да, нужно сказать, что устройства дорогие. HTC Vive стоит 800 долларов, Oculus Rift 600 долларов. Из-за этого сейчас рынок узкий, собственно. И из-за этого больше всего у людей на руках вот этого довольно ущербного устройства. Потому что оно дешевле. Ну, кроме шуток. Нет, эстетически приятно, но начинка так себе. И поэтому, собственно, наша основная целевая аудитория — это именно игроки на PlayStation. И многие решения в дизайне, например, то, что мы ограничили поле обзора, не стали делать крутящуюся камеру, у нас достаточно узко все, связаны с тем, что на PlayStation в это смогут играть. Там крутить головой практически нереально. Такие ограничения. Ну и, собственно, в таком мире, где, простите, последнее скажу, в мире, где рынок пока еще узкий, скорее всего, все будут целиться на максимально широкую аудиторию. И мы увидим, что самое плохое железо задает стандарт. То есть то, что популярно, задаст стандарт. Пока у нас не появится дешевого аналога, позволяющего перемещаться по комнате или крутить головой на все 360 градусов, мы не увидим вала продуктов, которые все это позволяют. По нижней планке. Спасибо за доклад. Помимо того, что нельзя двигать голову, ну, камеру персонажа мимо головы и падать ниже 90 FPS, какие еще правила или то, что вот точно не нужно делать, чтобы там человек не упал или не почувствовал себя плохо? Что еще можете сказать? Ну, то же самое, что на самом деле. Остальные вещи не специфичны для виртуальной реальности. Они плохие и при разработке просто компьютерной игры. Ну, например, резкие вспышки прямо в лицо, обменяющаяся контрастность. Но вы почти нигде не захотите этого делать, не только в виртуальной реальности. Или постоянное размытие. Глаз не привык к размытой картинке. Если все будет мыльным, и вы в этом будете пытаться что-то разглядеть, разобрать, глаза утомятся очень быстро. Но это не специфика. Просто здесь экран очень близко к нам, и мы полностью в него погружены. Из-за этого мы не можем зацепиться за окружающий физический мир. А так это те же правила для компьютерных игр. Ну, то есть, допустим, какие-нибудь положения головы просто, ну, насколько я помню, если смотреть вверх, и там что-то будет происходить, то человек может, допустим, потерять, ну, с плохим вестибулярным аппаратом, потерять равновесие. Да, постоянно смотреть вверх странно. Ну, в принципе, все, что так или иначе вызывает у человека физические зажимы, например, если в вашей игре нужно будет постоянно держать руки высоко, это некомфортно, руки быстро устают. Построить на этом целую игру означает, что у вас будет очень короткая сессия. Ну, собственно, даже та же игра о скалолазнике, про которую я говорил, в ней не нужно по-настоящему как бы висеть на скале. Это было бы очень утомляюще. Достаточно руки поднять немножко, как тираннозавр, и вот так карабкаться. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос, наверное, есть как именно со стороны VR-разработчика. Видите ли вы дальнейшее, как бы ясное будущее VR-очков? Потому что когда появлялись PlayStation Move, Kinect, у них тоже предрекали достаточно такое большое будущее, но, как мы знаем, они немножечко прогорели. Тот же Kinect сейчас никому не нужен. И не останется ли VR, как и AR, просто такой игрушкой, только вот немножечко дорогой? Прогнозировать здесь сложно. Я же не предсказатель. Сам я верю в этот рынок, это направление. Оно мне очень нравится, иначе бы я этим не занимался. Всегда есть альтернатива, что делать. Но, как я говорил, сейчас уже, поиграв в некоторые игры от первого лица в виртуальной реальности, в игры на компьютере, где монитор, я играю с некоторым переступанием через себя. Мне очень хочется оглядываться головой. Это для меня стало естественно. И вот мне кажется, учитывая, что я в свое время пробовал и Kinect, и Move, и все прочее, там лично у меня не возникало этого ощущения. О, это более естественно, чем то, как было до сих пор. Мне кажется, это ключевое отличие. Ну, то есть, да, сейчас есть многие технические вещи, тяжелый шлем, из которого вылезаешь, как из бани, все вот эти вещи. Типично есть красное лицо из VR, уже симптом специальный. Но, если мы устраним эти технические ограничения, это более натурально. И вот в этом, мне кажется, предсказание успеха. Ну, я хочу верить в виртуальную реальность, но я не предсказатель. Я не могу вам проспоргнозировать. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вопрос по поводу управления. Вы в докладе обошли совсем внимание управления джойстиком, стандартного геймпада. Проблемы с этим связаны, механики, которые сейчас уже существуют по сектору на поворот. Можете прокомментировать, почему это произошло и как ваше мнение об этом было? Я про них не говорю, потому что, на мой взгляд, джойстик, один вот этот старый, условно говоря, пластейшеновский джойстик, это переходный этап в виртуальной реальности. Те возможности, которые предоставляют джойстики по одному в каждой руке, и те технологические развития, которые мы сейчас видим, явно указывают, что уж в этом-то смысле все будет двигаться и дальше в сторону того, чтобы представлять позицию каждой руки и позицию каждого пальца. Это более интересное направление, поэтому я не стал о чем-то отживающем говорить. Смотрите, какая ситуация. Сейчас на PlayStation 4 PlayStation Move есть не у всех. Это так. И большинство игр, которые такие уже серьезные, тот же Tomb Raider или Robinson, они управляются джойстиком, они не поддерживают Move в принципе. То есть это имеет право на жизнь. Да, это, как я и говорил, технологии и популярность игр всегда по нижней планке доступности. То, что наиболее массово доступно, под это и будут делаться игры. Логика в том, что сейчас большинство игр разрабатывают, которые под PlayStation VR, что вы управляете джойстиком, если у вас есть мувы, это хорошо. Но не обязательно. Но не обязательно. То есть меня удивило, что вы обошли момент. Ну, я сконцентрировался в этом смысле на более интересных джойстиках. Можно про это отдельно потом обсудить. И, извините, еще один вопрос по поводу, какие стандартные библиотеки используются для разработки VR, языки программирования, может, кроссплатформенность какая-то. И в качестве достижения 90 FPS, а это достаточно большой результат, какие графические ускорители используют все-таки NVIDIA больше или AMD? У нас используется NVIDIA, у нас, например, минимальные требования от 980 и выше. А что касается языков программирования, скажите, я уже говорил в плане инструментов. Самые популярные сейчас инструменты разработки поддерживают виртуальную реальность. Наша игра сделана на Unreal Engine 4 и совершенно прекрасно себя чувствует. Под Unity тоже есть свои варианты. Вообще разработка сейчас становится, ну, это такой немножко сторонний вопрос, очень простой в технологическом смысле. Готовые, крутые движки, бери, делай, пожалуйста. Сам я не программист, за языки вам конкретно не отвечу, но в том же Unreal, не имея ранее по нему никакого опыта, за время работы над проектом я так стал, условно говоря, младшим программистом на подхвате, когда наш что-то не успевает сделать. Ну, у нас небольшая команда, совсем 4 человека в производстве. Когда он что-то не успевает, я беру некоторые задачки на себя и вполне собираю игровую логику. Не вижу специфики VR в этом смысле. Ну, просто в данном случае получается некая ограниченность действий для разработки и, может быть, это как раз будет сковывать компанию для развития и некой новизны на этом рынке. Ну да, это может быть затруднительно, учитывая, что каждому в студии нужно устройство, чтобы тестировать, что, собственно, происходит. Мы в этом смысле избалованы, у нас их там 3 на 4 человек. А так, да, надо понимать, что тестирование всегда является одним из важных процессов в дизайне и по размерам команды надо решать, как вы будете обходиться. Без устройства не поймешь, как все работает. И самый последний вопрос. На остальные Дмитрий ответит лично потом. Да, конечно. Здравствуйте. Я с таким вопросом. У меня вопрос насчет старых трехмерных игр от первого лица и возможностях их перевода, по крайней мере, управления или хотя бы их восприятия в шлем виртуальной реальности. Какие возможности для этого есть и какие препятствия могут строиться на данном пути? Это несложно. Мы уже видим примеры этого. Например, серьезно, Сэм первый был переведен под виртуальную реальность. Вопрос в том, что нужно затратить некоторые силы на портирование. Если это сделано на старой архитектуре, старые какие-то языки, возможно, потребуется потратить довольно много усилий. Но это довольно надежная тема. Если игра уже была популярна, продать ее еще раз для VR, учитывая, что многие решения уже были приняты, это хорошо. Надо будет определиться с вариантом передвижения. Самый напрашивающийся для старых игр это движение по джойстику. Ну, вот сериус Сэм внедрил телепортацию. Да-да, уточнение к вопросу. Уточнение к вопросу, обязательно ли именно портирование. То есть, если, допустим, у игры больше нету, или у разработчиков игры нету доступа к исходному коду, или вопрос состоит в том, есть ли простой способ перевести игру, которая уже изначально, уже есть в 3D, перевести к способу обзора изнутри нее через VR-очки? Если у вас есть код и понимание, что с этим кодом делать, это достаточно быстрая вещь. Но тут все очень индивидуально. Ну, если нет, то тут надо понимать всю специфику вашей ситуации. Возможно, придется всю игру заново переписывать. Тут не угадаешь с проектом. Если он какой-нибудь совсем старый, вполне возможно, потребуются значительные переработки. Но зато у вас сняты очень многие вопросы дизайна в таком случае. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Давайте поблагодарим докладчика. Спасибо вам. Успехов в разработке.